Мы сегодня много уже говорили о опухолях. Конечно, я согласен с тем, что такие опухоли встречаются не так часто. Не так часто везет нашим пациентам, которым можно эндоскопически убрать опухоли. Ну вот, хотим предложить такой как раз пример. Видите, что на компьютерной томографии, которая является методом выбора при диагностике опухоли лоханки, четко видно дефект наполнения. И, значит, опухоль просветима щиточника. Выполнена диагностическая уротерапия пилоскопия. Ой, извините, я тут не пойму, как пользоваться-то. Сейчас я... Чтобы закрутилось, еще надо нажать что-то или что? Как видео-то включить? Оно только началось? А, хорошо. Ну вот, хорошо видно на передней стенке лоханки опухолевое образование. Для того, чтобы определиться, что с ним делать, мы специально сделали уротерапия пилоскопию и увидели, что она, в общем-то, находится на тонкой ножке. Вы видите, вот она сейчас как раз видна. И что здесь как раз можно попробовать ее эндоскопически убрать. Вот видно ножку хорошо. Подобрались под опухоль. И в январе была произведена трансурутральная резекция опухолевого ханки. Истологически уротерапия карцинома, но степень инвазии определить сложно. В этих случаях понятно, да, что мы не берем, к сожалению, основание, отжигаем ее. Значит, начали мы с лазера. Сами запустите. Но лазер как-то у нас не пошел. И мы взяли обычный электрокоагулятор, длинный такой специальный для уротерапия пилоскопов, завели под опухоль и скоагулировали основание до жира. Причем при этом у нас достаточно сильное кровотечение началось из какого-то сосуда. Но нам удалось его тоже скоагулировать. Это вот вход в лоханку. Весь путь показан по мочеточнику, прохождение. На самом деле там не так все просто было. К сожалению, в месте пилотерального сегмента все время мы тяжело проходили уротерапия пилоскоп. Приходилось брать катетер и по катетеру заходить. Поэтому это очень много времени отнимало. Но в конце операции уже это не приходилось делать, потому что уже мочеточник дилетирован был достаточно. Ну вот сейчас как раз эта ножка видна. И вот сейчас будет резекция производиться. Очень важно наложить первый шов на заднюю стенку. Лучше даже подальше немножко от себя. Тогда все остальные швы, конечно, будут накладывать значительно легче. Потому что после наложения шов наложить сзади, конечно, чрезвычайно сложно. Лазер просто у нас сломался во время операции, поэтому мы перешли просто на обычную электрокоагуляцию. Дальнейший этап, конечно, был сложный, это вытащить эту опухоль. Она достаточно большая, как вы видите, около двух сантиметров. Вытаскивали мы ее петлей дормия. Это тоже такой этап был достаточно продолжительный. Но, тем не менее, удалось эвакуировать полностью опухоль. Вот уже конец операции. Практически полностью она, ножка эта скогулирована. Скогулирована. Пог� blast. Дальнейший этап. Продолжение следует... 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 Уртериальная карцинома, но степень инвазия не определена. Специально просматриваем весь мочеточник, чтобы не пропустить каких-то тоже. Ну и вот лоханка. Тоже, так сказать, ничего особенного. Летом этого года опять будем делать компьютер и, возможно, уртеропилоскопию, если что-то нам не понравится.